Когда подует ветер, под мышку взяв трамбон, выходит дядя Петя в прибрыжку на балкон. Макару всего 10 лет, но он точно знает, чем займется в будущем. Мальчик мечтает о карьере актера театра и кино. Первые серьезные шаги уже сделаны. Макар стал лауреатом премии Андрюша в номинации «Художественное слово». Я взял лауреат в номинации «Художественное слово» и я в золотом фонде по вокальной номинации. Просто отдали, потому что я очень любил петь. То есть меня отдали сначала в вокальное, потом у меня проявились актерские способности сами. Меня отдали уже с первого класса, я поступил в актерское мастерство. Фонд Андрюша был создан в 2009 году в память об Андрее Жаботинском. Здесь поддерживают одаренных детей Южного Урала. Направление то, чем когда-то занимался Андрей. Танцы, вокал, живопись и актерское мастерство. Самое ожидаемое событие премии – гала-концерт. На большой сцене дети выступают с приглашенными звездами. Каждый год, когда мы объявляем конкурс на премию Андрюша, я всегда переживаю. Не переведутся ли таланты в нашей Челябинской области. И когда получаем заявки от детей, восхищаемся тем, как много у нас этих ребят. Дети проходят наш конкурс только самые-самые яркие. И мы дальше этих детей уже, конечно, ведем до поступления в ВУЗы. 2022 год стал рекордным по заявкам – 2741 ребенок от 7 до 15 лет. Проект реализуется при поддержке президентского гранта. Действительно, такая крупная премия, которую проводит благотворительный фонд Андрюша, единственная в нашей области, которая проводится НКО, некоммерческим учреждением. И она за 13 лет стала очень значимой и важной для ребят. И для нас всех это уже бренд Южного Урала. Мы знаем, что на эту премию собираются только лучшие из лучших. Ведущим гала-концерта вновь выступил заслуженный артист России Александр Олешко. С основания премии он ежегодно приезжает в Челябинск, чтобы провести Южноуральский Оскар для детей. Большая честь и доверие, что такой праздник жизни, праздник творчества, праздник дополнительных радостных возможностей для детей. Эта семья сделала все, чтобы, во-первых, помнили об этом ребенке все те, кто видел его, общался с ним. И он навсегда остался ребенком. После конкурса лауреаты 2022 года отправятся для обучения в школу вокального мастерства в Санкт-Петербурге, летнюю творческую мастерскую в Суздаль, во Всероссийский центр «Орленок» и другие творческие фестивали. Премия «Андрюша» – это красивый старт для одаренных детей во взрослую творческую жизнь. Лауреаты прошлых лет успешно обучаются мастерству в престижных вузах страны – ГИТИС, Московская консерватория, Гнесинки и другие.